Будем очень рады видеть ваших детей и вас, будущих родителей, у себя в центре. Скоро открытие центра. И если желающие, еще раз повторяем, вы записывайтесь, мы обязательно будем с вами связываться. И у кого дети, подходите, мы еще здесь до трех часов дня. Спасибо. Дякуем центру Матёпа за співпрацю. Будь ласка, тоже поддерживайте оплесками. Дети – наше будущее. Дети – цветы жизни. Окей, мы рухаемся. Лозунгами заговорили. Далее. Так. И за розкладом открывает цей блог Евгения Адамова. Евгения Адамова. Здравствуйте, дорогие друзья. И сегодняшний мастер-класс, который я хочу предложить, он адресован девушкам. Называется «Сексуальный контакт на уровне сигналов». Или «Чем расплачивается женщина за флир с мужчинами». Дорогие девушки и уважаемые женщины, если вам интересно знать, как взаимосвязь происходит между нашими мыслями, нашими поступками, нашим поведением. Как происходит это все на уровне энергоструктуры, энергосигналов, как взаимодействуем мы с энергиями, как от этого зависит наше женское здоровье. Наш внешний вид. Все, что касается женского состояния. Во всем этом мы будем говорить на нашем мастер-классе. Я приглашаю вас. Все подробности он расскажет дальше. Расскажем. Спасибо. Евгения Адамова. И наступный мастер-класс. Не тот, который у вас написан Наталья Тищенко, оскольки она уже свой провела, а Елена Смирнова. Поддержите облазком. Добрый день. Я всех сегодня приветствую. Сегодня я предлагаю мастер-класс расстановки на игрушках. Свои знания по расстановкам с людьми я как бы их объединила и перенесла на игрушки. И вот я предлагаю сегодня такой мастер-класс. Тема, те, которые будут заявлены. Я хотела заявить, может быть, это расстановки снов, болезни, бизнес. Но обычно, когда люди приходят, они приходят с какими-то своими вопросами. И вот сегодня будем отталкиваться именно от тех вопросов, с которыми придут люди. Так что я приглашаю всех желающих. Кто хочет поиграться, скажем, приходите ко мне. Игрушки у меня с собой. Спасибо. Спасибо. Елена Смирнова. Постановки на игрушках. Анна Бабкова. Следующий тренер. Добрый день. Сегодняшний мой мастер-класс посвящен конфликтам. Причин возникновения конфликтов. Например, ни для кого не секрет, что конфликты являются частью нашей жизни. Да, есть просто разница в конфликтах. Есть маленькие конфликты, есть большие конфликты. Ну и большую часть жизни, времени мы, в общем-то, те конфликты, которые решаются, да, они не замечаются нами. И вот сегодняшний мастер-класс будет посвящен как раз конфликтам, которые, в общем-то, неразрешаемы, да. Это причина возникновения межличностных и внутриличностных конфликтов. Влияние внутриличностных конфликтов на организацию как раз межличностного конфликта. В чем разница и какие способы реагирования, да, исследовать будем, мы используем, да, в разрешении конфликтных ситуаций. Ну и, соответственно, будет идти речь про выбор других способов реагирования, ну и возможности решить для себя как стрессовые ситуации, которые возникают при конфликтах, так и возможность разрешить неразрешаемый нами конфликт. Приходите, буду очень рада видеть. Дякую вам. Анна Бабкова и практическое решение конфликтов. И далее Андрей Литвинов. День добрый. Говорят, больше всего греет две вещи. Любовь и деньги. А лучше и ты, и другая вместе взяты. И, соответственно, будем сегодня этим заниматься и заниматься необычно. Будем продолжать осваивать питерские техники и психоэнергетики. Это сфера, которая немножко альтернативна психологии, но все психологи все равно дойдут до этой сферы. Соответственно, будем работать с вашими финансами, активизировать их и начнем с расстановок классических на этом фестивале. А дальше перейдем к той технике, как вы сможете самостоятельно активизировать свои финансы, без расстановок и более эффективно. Соответственно, это будет сегодня. Приходите. Спасибо. Спасибо. Андрей Литвинов. И далее. Далее. Людмила Афидосова. Людмила Верхошинская. Здравствуйте. Наш мастер-класс называется «Работа с детьми и подростками с использованием работы с открытками, методами арт-терапии и символ драмы». В основном мастер-класс, конечно, направлено, ориентирован на работу с подростками. То есть, я думаю, что вам, как взрослым людям, будет очень интересно, если придете к нам. Здравствуйте. Меня зовут Людмила Верхошинская. На нашем мастер-классе вы познакомитесь с методикой из арт-терапии под названием «Коллективный импровиз». Будет интересно. Дякуймо. Да, дякуймо. Людмила Афидосова и Людмила Верхошинская. И далее, так вот, динамично, Дмитрий Рыбин. Добрый день. Я Дмитрий Рыбин, школа медитативного рисования. Медитативное рисование — это способ, позволяющий создавать картины каждому человеку, независимо от его способностей. Меня спрашивают, можно ли научиться рисовать за одно занятие. Я отвечаю, научиться не знаю, вот картину создать можно. Вот. Одна из техник медитативного рисования — это графика келевых ручек. Сегодня мы делаем базовую медитацию «Тысяча листьев». Свою мандалу создаст каждый. Какие ещё могут быть полезны от пользы от медитативного рисования, кроме того, что мы создаём свою неповторимую картину, даже если рисовали перед этим последний раз в прошлой жизни. Это также возможность передать в графических образах любую свою мысль. Ну и вообще это просто приятно и полезно для здоровья. Так что приходите рисовать. Кто захочет развиваться дальше, можете купить мою книгу или диск. Спасибо. Спасибо, Дмитрий Рыбин. Далее наш Дмитрий Йодха. Здравствуйте. Возможно, вы ранее слышали о таких техниках, как аллотромотерапия или бёрфинг. Суть техник в том, что вы движете глубоко и часто под очень особенную музыку. Это способ снять блоки тела, высвободить подавленные эмоции, выйти за пределы ума, тела, сознания. Эта конкретная практическая работа будет минимум теории, максимум практики. Это очень мощная и очень жёсткая техника. Поэтому я прошу приходить только тех людей, кто готов прикладывать усилия и меняться здесь и сейчас. Спасибо, Дмитрий Йодха. И далее снова Дмитро, но этого раза Панфилов. Здравствуйте, Альфа-Фест. Меня зовут Дмитрий Панфилов. Я руководитель психологического центра КМТ. Вон зелёные плакатики. И я представляю сегодня, представляю вашему вниманию программу личностного роста, которая называется «Интеграция внутреннего потенциала». Ввиду этого хочу рассказать вам притчу. Как-то ученик пришёл к своему учителю и говорит «Учитель, как мне достичь просветления?» Учитель говорит «Иди в грозу, в открытое поле, подыми вот так вот руку и держи её, держи, держи». Ну, ученик пошёл, так и сделал, приходит. Учитель говорит «Ну и что? Как ты?» Говорит «Ну вот, я пошёл, я два часа держал руку, шла гроза, было холодно, меня полностью промол, шёл дождь». Учитель говорит «Ну и что?» Он говорит «Ну я понял, что я идиот». Так вот, для того, чтобы не получить вот такое осознание в какой-то момент в нашей жизни, я предлагаю что-то делать другое. И это что-то другое называется личностным ростом. Данная программа разработана не для тех, кто, вот знаете, верит что-то, что что-то можно достичь, там, помадрению волшебной палочки, там, пумц, вы счастливы, нет. И это я не гуру, который сейчас вас буду рассказывать, как вам нужно жить, это тоже неправда. Вот. Это для тех, кто знает цену изменений. Спасибо за внимание. Дякую, Дмитро Панфилов. И далее Александр Зелинский. Мы приглашаем вас посмотреть на себя. И через фемиологические системы «Подход» я хотел бы, чтобы вы познакомились именно не с тем, что вы думаете о себе, а то, что вы на самом деле чувствуете. И вы увидите, насколько ваши эмоции создают ваше внутреннее, точнее, ваше внешнее пространство. И как это можно менять, и почему это происходит. Ну вот, приглашаю на мастер-класс. Я думаю, будет очень интересно, потому что работа будет практически для каждого. Спасибо. Спасибо, Александр Зелинский. Далее замена. Андрей Барабаш свои мастер-классы провёл. И можно дописать Олеся Самышкина. Она была на блоке 2 записана у вас. И сейчас вы её записываете. Ещё раз здравствуйте. Мастер-класс мой называется «Семейные программы судьбы». Или «Недобаюканная». Заниматься будем инициацией женской зрелости. Будет формат, скорее, не мастер. Будет формат, скорее всего, не мастер-класса, а лаборатории. То есть мы будем брать какие-то известные элементы, смешивать и творить какую-то там психологическую магию и получать никому доселе неизвестный какой-то результат. Работать будем с теми программами семейными, которые вам в детстве заложили. Поэтому вполне могут прийти те, у кого своих детей нет, но кто знает какие-то свои сценарии, которые в детстве вам привили. Например, я знаю одного мужчину, взрослого, которого в детстве всё время говорили, что он непутёвый. И вот ему уже 40 лет, путь он свой так и не нашёл. Если вам это где-то отзывается, то приходите, будем добаюкиваться, перебаюкиваться, исправлять какие-то такие моменты в судьбе, которые очень-очень в раннем детстве заложились и пока ещё где-то вам на пятки давят и мешают. Будем максимально делать это комфортно, легко, прибегая к нашим славянским древним мудростям и, конечно же, используя метод инициации мужской и женской зрелости. Спасибо, Леся Самышкина. Далее. Далее, Алёна Козынкина. Добрый день юбиляры и добрый день гости этого замечательного юбилея. Хорошо пожившая женщина пишет письмо на телевидение. Уважаемая редакция, мне очень нравится ваш телеканал. На вашем канале показывают очень много интересных, познавательных и развлекательных программ. А особенно мне нравится, что поздно вечером, когда я не сплю, потому что у меня бессонница, на вашем телеканале показывают немецкие сериалы. Особенно мне нравится, что в них все так хорошо, там никто никого не убивает, на этих героев не влияет экономический кризис, родственники не дергают ни за какие дела. Почему-то люди называют эти сериалы порнофильмами, но мне они очень нравятся, потому что там всегда завершение, все счастливы. Всегда ли вы счастливы? Всегда ли вы получаете удовлетворение? Мастер-класс мой заявлен, как оргазм жизни. Получаете ли вы тот кайф, который предполагаете получить, когда вы начинаете путь к достижению чего-то? Можно ли вам вообще быть удовлетворенно, быть в этом состоянии? Это будет системное моделирование, это не будут расстановки, как на предыдущей линейке сказали, не путайте. Если вам интересно посмотреть на себя, позиции системного моделирования, и в этом фокусе, что для вас есть удовольствие, что для вас есть оргазм жизни, и что сделать, чтобы прийти к нему, милости просим, на мой мастер-класс. Дякуймо. Алена Козынкина. До Алены за оргазмом життя. Далее Анна Принц, Татьяна Славина. Пид вашей облески. Такой у меня микрофон, пролонгированный. Хорошо, что я у меня с собой. Добрый день. Мы сегодня с Татьяной проведем для вас мастер-класс. В каждом из нас есть женское начало. Мужской конец. Кто это осознает, конечно. Ну да. Ну и любовь между нашим мужским и женским, это всегда любовь и гармония к себе. Это действительно очень важно. Когда наша мужская и женская часть любят друг друга, то у нас возникает гармония у нас возникает. Ну или вот предыдущая. И когда это происходит, мы любим себя. И вот когда мы любим себя, тогда мы можем встретить другого человека и полюбить его. И действительно, именно через любовь к себе мы можем встретить того человека, который для нас является важным. Мы можем встретиться с ним в любви или вне любви. Именно об этом наш мастер-класс. О любви к себе и о возможности встретить эту любовь в другом человеке. И вы точно узнаете, почему вы встречаете именно таких партнеров в жизни. Вы это просто наглядно увидите и прочувствуете на себе. И может быть удивитесь, а может быть подтвердите какое-то свое представление об этом. Наш тренинг вообще женский. Но сегодня на нашем мастер-классе могут присутствовать мужчины. Потому что действительно очень важно. Потому что в любви присутствуют два человека. Как минимум. Ну мы готовы к смелым экспериментам. Да, будем рады приходить. Спасибо. Анна Принц и Татьяна Славина. Партия Королевы. И далее Александр Рой. Добрый день. Я не один буду выступать за Светланой. Выступать и проводить мастер-класс. Мастер-класс называется «Энеограмма. Девять скрытых мотивов в отношениях». То есть метод, он одновременно и древний, ему 2500 лет, и одновременно современный. Потому что в последнее время используется активно в психотерапии и в бизнес-консультировании. Расскажи что-нибудь. Отношениями пропитана вся наша жизнь. Кто-то предпочитает отпускать их на самотёк, а кто-то выбирает выстраивать, развивать и вкладывать в них всё своё знание. Предлагаем здесь, на нашем мастер-классе, познакомиться с тем, чтобы понять, какая подоплёка бывает в отношениях, какие базовые мотивы включаются у нашего партнёра, который принадлежит к тому или иному типу по «Энеограмме», какие подводные камни могут быть в отношениях, и что их разрушает, а что выстраивает и развивает. У каждого «Энеотипа» это совершенно свои вещи. Зная «Энеотип» своего партнёра, можно выстроить гармоничные отношения и развивающие друг для друга отношения. Кому может быть ещё интересен мастер-класс? Понятно, что личные отношения у всех есть. Он может быть интересен для специалистов, потому что, скажем, в психотерапию «Энеограмму» вынёс Клаудио Анаранху, гиштальтерапевт, то есть те, кто увлекается гиштальтерапией. В последнее время тренинги по «Энеограмме» обязательны в программе подготовки мастеров и тренеров НЛП. То есть это как расширенная программа для этой категории специалистов. И, естественно, вот очень сейчас активная «Энеограмма» используется в подборе персонала, в построении команд и в управлении, собственно. Особенно то, что касается управления с отношениями с партнёрами, с клиентами, ну, понятно, и в команде. Приглашаем вас на наш мастер-класс. А ещё один момент. Те, кому интересно познакомиться с методом, но сегодня уже выбрал на данный момент какой-то другой мастер-класс, то мы всех приглашаем 22 мая, во вторник, на 19.00 в Центр Визионер на мастер-класс, который будет проводить непосредственно ведущая с Литвы Надежда Доронина-Колтон. Информацию вы сможете вот на столике о этом мастер-классе получить. В файле там лежит, ну, и в нём беленькие бумажечки, там одна половина это приглашение, а вторая – контакты. То есть, там, да, со скидкой, короче говоря. Вот, посмотрите. Приглашаем. Піддайте микрофон, будь ласка. Реклама у нас в инший час, тому, будь ласка, зараз не витрачайте на цей час загальный. На наступном блоке буде реклама. Александр Рой и его колега Светлана. И далее Полина Павлова. Під вашей область. Здравствуйте. Мой мастер-класс называется «Клантовый скачок». И на этом мастер-классе я приглашаю людей, которые, ну, вот, чувствуют себя в чём-то, бегающими по кругу, знаете, как, или как белочка в колесе. Ну, вот, есть какое-то представление, куда-то хочу прорваться, вырваться, а что-то держит, что-то не пускает, что-то мешает, чего-то не происходит. И вроде бы не сижу на месте, и много делаю всего, и по семинарам хожу, и на терапию хожу, а что-то не происходит. Вот я предлагаю как раз для тех, кто хочет сделать «Клантовый скачок», прийти сегодня и открыть эту дверь. Я поделюсь с вами техниками и определёнными секретами, с которыми вы сможете работать индивидуально. И плюс, конечно, мы поработаем над тем, чтобы, взяв какую-то сферу вашей жизни, сделать «Клантовый скачок». Одно предупреждение. Я, ну, как честный человек, хочу предупредить. Если вы придёте «Квантово скачнуть» или «Скакнуть», то вы уже не сможете остановиться. Пространство будет делать всё для того, чтобы вы перешли на тот уровень, который вы запросили. Это из своего собственного опыта, из опыта участников своих семинаров. Так что, кто смелый, приходите. Спасибо. Спасибо. Полина Павлова, «Клантовый скачок». Далее Ирина Ищенко. Ирина Ищенко. Спасибо. Здравствуйте. Что за дрожь охватывает нас, когда мы сосредоточенно слышим слово «смерть» и даём воздействовать на нас внутреннему движению? Мы стоим через чем-то неизвестным, зловещим, одновременно притягивающим и отпугивающим нас. Это ощущение, как если бы мы должны были пройти врата, за которыми нас ожидает нечто иное во всех отношениях. Возможно, нечто подобное происходит с нами и при рождении на свет. Стоя перед этим вратами, мы осознаём наше бессилие и постигаем, насколько в конечном счёте малы и всецело преданы во власть иных сил. Бирд Хеллингер, «Богомыслие». Мой мастер-класс будет проходить в рамках системно-фенологического подхода. И он предназначен для тех, кого тянет в смерть, для тех, кто считает, что у него со смертью все вопросы на «ты», и для тех, кто, возможно, ещё не ответил себе на этот вопрос. Будет медитация, упражнения, практическая работа. Буду рада вас видеть. Спасибо. Ирина Ищенко, «Смерть как врата». Далее, Людмила Гридковец, Ксения Минаева. Ещё раз доброго дня. Всі ми родимы с детства. И казка нас супроводжує вся життя. Мы несем в собі цей сценарии. Так вот, кто приходил до меня на плакався, обіцяти, что этого не будет, не могу. Можливо, это пообіцяем и моя коллега. Вы до конца семинара. Через казку терапию набагато легче решить свои вопросы болючие. Потому что это же понарошку, это же не всерьез. Поэтому деструктивные сценарии в расстановочном просторе через казку терапию решаются досить непогано. Приходьте, подивимся. Пограемо ваши казки. Я хочу попросить, чтобы вы дали знать, кто видел фильм по книге Дэна Милмана «Путь мирного война» или «Мирный войн». Отлично, что немного. Значит, есть возможность ещё посмотреть. Там главный герой. Дэн учится у Сократа, который работает по бензоколонке. И Сократ ему говорит, что Дэн, есть три вещи, которые помогут тебе быть в таком лучшем контакте с реальностью. Кто помнит это? Первое — это изменения. То, что мир всё время меняется, и мы меняемся. И чтобы оставаться счастливым, нужно всё время меняться. Второе — это юмор. Ну, не надо слишком серьёзно смотреть на серьёзную жизнь. И третье — это парадоксы. Мой мастер-класс называется «Пазл». Это сокращение вот таких первых слов названия «Парадоксы здоровья и любви». Мы в русле «Коучинга здоровья» поисследуем, как мы иногда получаем любовь через здоровье, через нездоровье, здоровье через любовь, ну и так далее. Будут несколько инструментов «Коучинга здоровья». Кому интересно, здоровые и больные, приглашаю. Спасибо. Спасибо. Юрий Кравченко. «Парадоксы здоровья и любви». И наступный — Геннадий Бушуев. Будь ласка. Добрый день. Я автор своей школы и представляю своё личное видение. Называется «Кратко школа». Жи — вот. Жизнь — вот. Вся наша жизнь проходит вот. Здесь и сейчас. Но почему нас утягивает часто прошлое? Прошлое, которое находится с левой стороны. Почему мы часто уходим в прошлое? У нас находятся блоки в организме. Здесь и здесь. Как вывести эти блоки простыми очень приёмами, доступными любому человеку, я покажу на своём мастер-классе. Спасибо. Спасибо. Геннадий Бушуев и его школа. И далее Наталья Дашенко. Здравствуйте. Ещё раз представлюсь. Меня зовут Наталья Дашенко. Я учредитель и руководитель Украинской школы имбилдинга Центра гармоничного развития формы любви. Вы знаете, решение о том, принимать или не принимать участие в таком замечательном фестивале далось непросто, потому что здесь представлены в основном психологические направления. Тот мастер-класс, который я хочу вам предложить, называется имбилдинг «Секреты великих любовниц». Можете поднять руку, кто слышал, что такое имбилдинг? Немногие, но это радует, потому что я абсолютно уверена, что это слово известно благодаря ещё тому, что приложили немалый труд в том, чтобы его популяризировать. имбилдинг — это тренировка интимных мышц, тренажёрная методика, тренировка интимных мышц для того, чтобы использовать эти мышцы в сексе, вынашивание рождения ребёнка, восстановление после рода. На своём мастер-классе я буду давать уникальный материал, потому что я буду открыто говорить о тех вещах, о которых у нас не принято говорить публично. О сексе, эротике, оргазме. Я буду вам подемонстрировать уникальные видеоматериалы. На данный момент об этом направлении снято более 20 передач на различных каналах. Вот и вчера Лэк Кобутыджинкою мы представляли мастер-класс об имбилдинге. для мамочек будущих. Мы их обучали специальным техникам. Кому это будет интересно? Я думаю, что интересно будет всем, кому не безразличные, гармоничные отношения друг с другом. Могу сказать, что большинство тех, которые посетили мастер-класс, они отмечали, что это действительно яркое событие. Да, конечно, были и те, которых шокировали видео. Те, которые я собираюсь сегодня показать. Я думаю, что в любом случае безразличных к мастер-классу не оставалось. Я приглашаю вас, хотя бы даже ради любопытства, узнать, что это такое, посмотреть. И мы с вами попробуем определенные техники, которые не требуют заканчиваются. Спасибо. Я почти даю мастер-класс. Приходите, я хочу. Спасибо. Мужчинам можно приходить на имбилдинг? Наталья, мужчинам. Нет, вы скажите, да или нет, я уже не отдам. В обязательном порядке. В обязательном порядке. Нужно. И самые-самые классные цепители. Спасибо за прояснение. Спасибо. Наталья Даченко. Даже жалко, что у нас сейчас мастер-класс. Придется на свой пойти. Хотелось бы пойти, да. Ну, добре. Вы еще дописываете два мастер-класса перед оголошением останнего. И один из них это Юлия Чаплинска, которая должна быть в раннем, но наконец-то до нас приехала. Будь ласка, Юлия, под ваши облески. Здравствуйте. Человек, это существо очень многогранное. И внутри каждого из нас живет большое количество разных субличностей. Их еще можно называть ролями, архетипами, масками. Эти субличности время от времени подходят к нашему внутреннему микрофону и вещают в мир. Здорово, когда этот микрофон один и субличность одна. Проблемы начинаются, когда этот микрофон хотят занять две, три, может быть, четыре. В них начинается такая борьба. Мой мастер-класс называется «Кто во мне живет?» Для тех, кто дойдет, мы поисследуем внутренний мир, поисследуем субличности, какие они. Дают они нам ресурсы или наоборот что-то отнимают в нашей жизни, мешают как-то. Поэтому приходите, я приглашаю. Спасибо. Юлия Чеплинская. И мастер-класс «Кто в мене живет?» И теперь у нас Игорь Хохуля. Еще раз Добрый день, Альфа-фест. Очень рад. Смотрите, ох, как нас вдало много. Очень рад видеть большую такую толпу людей. Смотрите, мастеров у нас очень много. Конечно же, всем хочется пойти на свой любимый какой-нибудь выбранный мастер-класс. Выбор очень непростой, поэтому, конечно же, очень тяжело попасть туда всегда, когда хотелось бы. Поэтому для тех, кто не попал на первый мастер-класс, провожу второй мастер-класс. Свой же. Пой как инструмент динамической медитации, проводимый для балансировки правого и левого полушария головного мозга с целью повышения креативности сознания. Вот такое сложное название, которое означает, что мы будем учить свой центральный процессор, обсчитывать наш многоразмерный полет в многоразмерном пространстве, живя всего лишь в трехмерке. Вот. Очень сложно. Текста будет много, информации будет много. Это немножко не шоу и немножко не физкультура. Хотя физкультура, хотя, конечно же, это немножко и шоу. Но информация будет построена серьезно, информации будет много. Приходите, будем вырабатывать гормоны удовольствия, будем искать скрытые ресурсы своего организма. Куда потратить, будете решать сами. Я даю ресурсную практику, телесно-ориентированную. Будет очень много приятного, веселого, интересного. Попробуем тучи разогнать. Спасибо большое. Приходите, жду вас. Спасибо. Игорь Хакуля. С поями. С поями. Ну и последний мастер-класс на этой линейке. Мы его с Пашей для вас разом проведем. То есть Павло Горбенко и Светлана Фильм. Вот. Если про мастер-класс... Почекайте. Мы еще не оголосили. Еще не сказали. Может, вам не понравится. Мастер-класс это о серьезном. Он предназначен для тех, кто не любит отпускать, не любит завершать и любит перепрыгивать в другие отношения, не закончив предыдущие. Мы будем работать с техниками завершения. Завершения отношений и отпускания. Того, что не позволяет шагнуть в новое, начать другие отношения, другую жизнь, пойти к новым целям. Я додам трошки, что колись для меня много-багато роков тому стало открытием те, что колишні стосунки могут хоть каким-то чином впливать на мои теперешние стосунки. Это было очень давно и это мне так вразило, что теперь мне даже кажется, что я не могла так думать, как я могла не знать про это. Тому для тех, кто не знает про то, что их предыдущие стосунки могут впливать на теперешние, и для тех, кто знает, но хочет все-таки их завершить. Мы вас запрошуем до нас на майстерню, и мы попробуем допомогти вам завершить те, что для вас уже неактуально.